8 370. Именно столько имен воинов наших земляков, павших во время Великой Отечественной войны, выгрубированы на стене памяти на Аллее Славы в Видном. Сам монумент возвели всего за три месяца и торжественно открыли в конце декабря 2020 года. Конечно, ему предшествовала подготовка, оцифровка и проверка всех списков погибших, компоновка всех списков, которые были опубликованы в разных изданиях, официальных изданиях. Эта работа была проведена за полгода. Благодаря активности поисковиков и жителям муниципалитета работы над мемориальным комплексом продолжаются по сей день. В ближайшее время на стене появится еще 8 имен воинов, павших на полях сражения за свободу Родины. Мы связались с поисковиками Смоленской области, Ленинградской области. В Смоленске недавно был найден, ну как недавно, три месяца назад, в засыпанной воронке обнаружили четырех солдат. Медальон одного из них удалось прочитать. Это наш земляк, мой одна фамилия, не родственник, Байков Федор Семенович. Также на внутренней части будут высечены золотом строчки из знаменитого реквиема Роберта Рождественского. Стена памяти органично вписалась в аллею славы и стала местом притяжения жителей от мала до велика. Нравится, очень хорошо сделали, молодцы. Память о погибших, которые, они же все-таки землю защитили. Чтобы наши, как говорится, потомки, дети вспоминали, знали о героях от наших дедов. Единственное, мне нравится, что здесь нету милиции, она не смотрит за порядком. Вообще идея сама по себе хорошая, но в парке, где гуляют дети, то есть как бы никто не обращает внимания, мне так кажется. Может быть, как-то выделить его надо так же. Но началось все с проекта «Книга памяти», работа над которым стартовала в ноябре 2019-го. С того времени список защитников Родины пополнился еще на 15 фамилий. Сейчас книга памяти существует лишь в электронном виде. В планах выпустить печатный тираж. Мы планируем открыть благотворительный счет дополнительно, собрать деньги и выпустить в этом году, если получится, минимальный тираж тысяч экземпляров и направлением этих книг во все школы, во все музеи нашего округа. В случае победы в конкурсе на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен» ветеранское сообщество планирует денежное вознаграждение потратить на издание «Книги памяти» в обновленной редакции еще большим тиражом. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИНЭТВ.